Мы говорили об одном и том. В рамках такого мероприятия, как аттестация университета, должна будет проводиться аттестация вас, как студентов этого университета. Точнее, не аттестация, а как-то такой срез знаний или тестирование. Есть вероятность, что к вам от физики будет проведено это тестирование. Ну, вероятность это означает, может быть оно будет, а может не будет. И, к сожалению, я не могу сказать, по сравнению с тем, что неделю назад она увеличилась, это вероятность, или стала равной. Ну, а тестирование по мат физики в виде таких компьютерных тестов из тренировочных вариантов доступно только то, которое вы проходили, ну вот те, кто ходил. Значит, это вот летом, да, то есть там в начале сессии, в конце прошлого учебного года, вот именно тот самый тест. Других каких-то вопросов тренировочных каких-то не появилось. Вот, поэтому, ну, что, значит, подготовить, меня попросили помочь вам подготовиться к этому тестированию. Что это значит в моем представлении? Ну, я, значит, взял этот тест, честно, значит, посмотрел эти вопросы и, значит, попытался на них ответить. Вот, ну, дело в том, что в силу там некоторых моментов, там, я дальше о них скажу, 100, ну, там, 100 баллов в целом, из 100 у меня набрать не получилось. Получилось примерно 97, то есть какой-то один вопрос там подвис. Вот, ну, там, значит, есть такой хитрый вопрос, ну, по крайней мере, на него можно свалить, что на него я отвечаю неправильно. Вот, но он даже не один, если уж на это пошли. Вот, но, значит, я, честно, вот как я понимаю это дело, да, ну, я, конечно, книжечки всякие там посмотрел, полистал, вот, что-то вспомнил, вот, что-то узнал новое, и просто сделал такую презентацию, которая, ну, вот, эти вопросы, значит, перечисляются, вот, их там 26, вот, 26 вопросов, и я даю, значит, 26 ответов на них, да, вот, и, значит, то, что я сейчас сделаю, это я вам покажу эту презентацию, вот, теперь, как ее можно использовать? Ну, во-первых, я, конечно, любой из вас ее может скопировать, пожалуйста, значит, вот, прямо в таком виде, как есть. Вот, но, а дальше-то что? Дальше, насколько я понимаю, вам предложат пройти то же самое пробное тестирование, вот, с теми же самыми вопросами, да, которые вы сейчас будете, потому что другого варианта нету в качестве пробного тестирования. А если настоящее тестирование будет, то, скорее всего, вам будут, ну, наверное, другими. То есть, ну, я, как бы, слабо верю, что именно эти вопросы там будут, или, скажем так, что все они там будут, просто потому что некоторые из них набраны с орфографическими ошибками. Я думаю, может, там люди, которые проводят тестирование, они, как бы, совесть поимеют и исправят эти ошибки, да, вот. А поэтому используя эту презентацию, которую я вам сейчас покажу, каким образом нужно, по моему мнению. Ну, сейчас вы послушаете, значит, посмотрите, послушайте это, да, если у вас есть возможность. Посмотрите снова на эти вопросы, эти ответы, там, подумайте, что-то пытайтесь понять, что-то попытайтесь запомнить. Но использовать это в таком смысле, что вот вы сели на это пробное тестирование, взяли эту презентацию и тупо вбили все эти ответы, ну, никакого смысла нету, понимаете? То есть, это и обезьяна сделает. Поэтому попытайтесь использовать эту презентацию вот так. Вы, значит, ну, поразбирайтесь с этим. А когда будете проходить пробное тестирование, не подсматривайте эту презентацию. Вот. А то есть, вот что-то у вас в голове осталось, вот вы это используете, да, как вы поняли, как вы разобрались. Ну, это, как бы, такой элемент тренировки будет, да. То, что, повторяю, сесть и тупо вбить все эти ответы и получить там эти 97 или чуть меньше баллов, значит, ну, смысла никакого нет. Как мне кажется. Вот. Ну, а, значит, я сразу прошу прощения, а вопросы и ответы, значит, то, как это будет выглядеть, ну, будет не очень хорошо видно. Вот. Потому что качество исходного материала плохое. А я еще делал скрины с этого, то есть, еще похуйся. Ну, в общем, ну, я буду прочитывать все и, ну, будет, наверное, не весело, потому что вопросы и ответы. Да. Ну, ладно, поехали. В общем, я делю все вопросы на легкие, то есть, на которые вы должны отвечать запросто сразу. На такие средние, на которые вы должны отвечать, но если так вот подумаете, значит, немножко там сообразите, что-то вспомните. И на сложные вопросы, на которые вы, в принципе, не должны отвечать, но если хорошо подумаете, то тоже сможете, да. Ну, вот, на последнего типа вопроса я, конечно, больше внимания обращу. Итак, ну, вот, посмотрим, что видно. Кто-то видно, да? Итак, ну, вот, вопрос я просто прочитываю, повторяю с экрана, то, что мне видно, что-то вам, наверное, видно. Значит, функция УХТ, описывающая профиль тонкой круглой струны при малых поперечных прибавлениях по действию внешней силы с линейной плотностью. ФХТ удовлетворяет уравнение. Должно быть уравнение колебаний. Смотрим на варианты ответов. А вот она первая уравнение колебаний. Все остальные уравнения, ну, со всеми уравнение колебаний. Да. А, да, конечно, вот, да. Тут я ничего не могу, да, поделать. Я тут об этом не руси. Ну, как-то пересаживайте, вот сюда вот здесь есть, вот прямо, да, там. Так, ну, вариант первый, ну, без вариантов. Уравнение колебаний, оно только такое, а все остальное, значит, не похоже на него. Значит, вариант второй. Плоская звуковая волна распространяется в направлении пербедникулярном оси неподвижного, бесконечного, жесткого цилиндра радиуса R0. Пусть потенциал скоростей в падающей волне имеет вид, ну, и дальше выражение А умножить на экспоненту. Минус И омега ТХ поделить на А. Ну, это, на самом деле, плоская волна. Где А скорость звука? Тогда комплексная амплитуда у потенциала скоростей рассеянной волны является решением задачи. И дальше четыре варианта ответа. Ну, как бы, что должно быть в задаче, которая описывает вот эту физическую ситуацию? Во-первых, конечно же, уравнение Гельмгольца, то есть уравнение амплитуды волны. В принципе, вы это знаете, что для ситуации, когда было волновое уравнение, мы рассматриваем амплитуду, переходим к амплитудам, должно получаться стационарное уравнение, уравнение Гельмгольца. Значит, смотрим на варианты, которые есть. В первом варианте уравнения Гельмгольца, это оно. Во втором тоже оно. Нет, простите, во втором оно. Почему? Знак не тот. Вот тут вот знак минус. Это как бы уравнение Гельмгольца, ну, как бы с мнимым показателем. То есть, значит, второй вариант точно не подходит, но все остальные варианты подходят, потому что это уравнение Гельмгольца тут написано. Дальше. Смотрим, что еще есть в этих задачках. Есть граничные условия. ДУПДР при ровном нулю равно минус ДУПДР при ровном нулю. Ну, это граничные условия, которые, как бы, написаны на самом деле правильно. Оно одинаковое, во-первых, у всех трех этих вариантов, да, вы тут не отсеете неправильно. Вот. И означает оно равенство, ну, если это потенциал скоростей, то на самом деле равенство, производное потенциал скоростей, даст давление фактически. То есть, равенство давлений слева, справа, значит, все нормально. Вот. А дальше? А дальше интересно. Вот здесь вот у нас идет дополнительное условие. Вот такое. Значит, здесь у нас идет, вот, О большое, это, как бы, константа умножена на единицу на корень из 0, да. Вот этот символ О большое, это, как бы, ну, можно считать пропорционально или соразмерно, да. Есть еще символ О маленькое, это когда бесконечно малое по сравнению с. Вот второе условие, видите, тут у нас, второе условие. О, это бесконечно малое по сравнению с единицей на корень из R. Здесь единица на R бесконечно малая, значит, здесь у стремится к нулю, причем, видимо, равномерно стремится к нулю, да, то есть, так хотелось им написать, а при R стремящемся к бесконечности. Ну что ж, речь идет о том, что для внешних краевых задач ставятся условия, которые выделяют нам сходящуюся или расходящуюся волну. Это, так называемые, условия излучения. Условия излучения. Что это такое? Значит, ну, наверное, я об этом не рассказывал. Вот, значит, дело в том, что, уравнение Генгольца, которое написано для амплитуды, то на бесконечности это должна быть, ну, какая-то волна. Ну, допустим, если мы возьмем в пространстве уравнение Генгольца, то если у нас излучение порождается какой-то конечной областью, то если мы отойдем от этой конечной области, ну, то есть, ограниченной области далеко-далеко, то эта точечная область будет бесконечно маленькой, то есть, далека-то казаться, да? То есть, похоже, как бы, на точечный заряд. А волна, которая порождается точечным зарядом на бесконечности, это сферическая волна, так называемая. То есть, возникает такая идея, что где-то на бесконечности, если мы в пространстве находимся, да, то, значит, волна, которая есть, значит, вот, приходит к нам на бесконечность, да, это сферическая волна. То есть, решение должно иметь вид вот амплитуды сферической волны. Ну, вот эта вот экспонента, она как и в плоской волне, в зависимости от координат, а, значит, ну, точнее, нет, никак в плоской волне, похоже на плоскую волну, да? А вот эта вот характерная единица на r, которая возникает, это признак вот этой самой сферической волны. Вот, ну, чтобы это, значит, решение выделить, надо наложить какое-то условие на амплитуду, а тогда в пространстве, значит, амплитуда, экспонента-то она по модулю равна единице, да? Амплитуда, значит, как ведет себя, как единица на r. Значит, мы должны себя так писать, так, в пространстве, пропорционально или как бы соразмерно единицы на r. Вот, а, значит, фаза, если вот мы подставим вот такую вот падающую волну, ну, точнее, как бы, нет, падающая эта волна, это плоская. Вот, короче, если мы попытаемся выделить тут расходящуюся волну, расходящуюся волну, расходящаяся это что такое? Когда t увеличивается, да? У нас волна уходит. То есть должно быть так, t увеличивается, r увеличивается. Вот, ну, вот, как раз такое соотношение в показателе экспоненты, k, r минус омега t дает нам это. t увеличивается, k, r, значит, тоже должно увеличиваться, чтобы обеспечить нам вот эту плоскость постоянной фазы, да? То есть волна характеризуется у нас постоянной фазой какой-то. Вот эта вот, значит, плоскость постоянной фазы будет убегать. При t, стремящемся к бесконечности, значит, r будет увеличиваться. В отличие от сходящейся волны, вот если здесь поставить плюсик, в этом месте, вот именно в этом месте, вместо минусика, то у нас волна будет сходящейся. t увеличивается, а r уменьшается, да? Вот, ну, значит, если вот подставить вот такую зависимость, ну, то есть попытаться написать уравнение для фазы, то вот оно будет, значит, вот это вот условие. Значит, в зависимости от плюс или минус у вас стоит перед омегой t, у вас будет стоять, значит, вот здесь вот, d, u, p, d, r, минус и, k, u, это условие на амплитуду, а вот ноль должен быть для чисто сферической волны, или что-то бесконечно малое по сравнению с единицей на r, для чего-то похожего на сферическую волну. Короче говоря, второе условие, это условие на фазу. Условие на то, что волна станет расходящейся волной. Понимаете, нет смысла, да? Но это для пространства, для пространства. Вот если бы это было в пространстве, то мы выбрали бы вот это. А на плоскости немножко по-другому, немножко по-другому. Значит, там у нас, вот видите, в пространстве-то здесь единица на r квадрат, d2r, вот здесь вот тоже r квадрат, поэтому вот это единица на r характерна. А на плоскости-то, вот этот оператор Лаплас, это единица на r, здесь r. Ну, если мы, значит, сделаем, еще как бы преобразуем вот так уравнение, то вот видно, что при r стремящемся к бесконечности, у нас как бы уравнение приобретает вот такой вид, то есть характерная зависимость амплитуды, это корень из r. корень из r. Уравнение на фазу точно такое же. Значит, уравнение на фазу, вот оно, точно такое же. Вот, вот как понять вот это вот, в пространстве мы имеем единицу на r, а на плоскости единица на корень из r. Да? То есть, вот когда мы рассматриваем вот это отражение от бесконечного цилиндра, то понятно, что это мы как бы плоскую задачу имеем. Понятно это, да? Вот, ну, можно такие соображения энергетические, значит, взять. Вот дело в том, что поток, который уносит волна, поток энергии, ну, порождается же источником каким-то, он конечен. То есть, за единицу времени у нас через, ну, любую сферу или любую площадку проходит одинаковое количество энергии. Да? Если мы возьмем какую-то очень сферу очень большого радиуса, у нее в пространстве, да? У нее площадь пропорциональна r квадрата, r квадрата. А поток, ну, скажем, электромагнитного поля, как вы знаете, или любой другой волны пропорционален квадрату амплитуды. Итак, квадрат амплитуды пропорционален, то есть, не так, квадрат амплитуды умножить на r квадрат должно быть константой для любых r, чтобы закон сохранения энергии выполнялся. Как это возможно? Амплитуда должна быть обратно пропорциональна r, да? Тогда единица на r квадрат, r квадрат сократятся, константа получится. Вот. Ну, а на плоскости у нас, как бы, в плоской задаче, вот вместо сферы у нас окружность, длина окружности пропорциональна r, значит, амплитуда в квадрате умножить на r должно быть равно константе. Значит, амплитуда пропорциональна единица на корень из r. Итак, какой вариант мы выбираем? Вот с такими вот условиями. Значит, поскольку плоская задача, то о большое от единицы на r, а здесь о маленькое от единицы на r, да? Ну, а это у нас что такое? Вот смотрим. О большое от единицы на r, о маленькое от единицы на r. Вот она. Первый вариант правильный, да? Второй вариант был бы правильный, то есть третий вариант был бы правильный для пространства, но это непонятно, что такое написано вообще. Так. Ну вот, видите, вопрос посложнее. Так, ну вот такое уравнение уху плюс синус х равно косинус х является уравнением какого типа? То есть, это вопрос очень простой. На самом деле, вот это вот уху, это, как мы знаем, гиперболическое уравнение. Только надо еще ввести замену переменных х плюс у, х минус у. Вот две переменные такие ввести, и он сразу превратится в уравнение гиперболического типа. То есть, это мы делаем, на самом деле. На лекциях и на практике возможностей. То есть, очень простой вопрос. Дальше. Ну, вот еще один вопрос на классификацию. Уравнение. И поехали. Ухх плюс уху плюс уху плюс уху. Ну, а дальше идут первые производные плюс синус х. И является канонической формой для уравнения. Ну, важно, что подчеркнуто, что функция зависит от трех переменных. И по всем трем переменным есть вторые производные. И все они входят в плюс единицы. Да, ну что это? Эллиптический тип уравнения, да, эллиптического типа. Так, вот такое задание. Ну, видите, красный цвет, значит, сложно. Да. Минимальное значение, которое достигает решения начальной краевой задачи. Ут равно ухх. Значит, х от минус нижней до нижней, т больше нуля. При вот таких вот начальных условиях. У при т равно нулю равно синус квадрат пи-х. И граничных условиях ух равно плюс-минус один, равно два т на е в стекле единица минус т. Вот. Минимальное значение каково? Чему оно равно? Ноль, один, два, минус один, да? Вот. Как решить? Ну, конечно, как бы, в принципе, вы можете, вы, как бы, ну, на самом деле, такие задачи решили. Взять и решить задачу целиком. Ну, это там 15-20 минут, значит, вычислений там. Вы потом, значит, еще надо убедиться, что ответ правильный. И, наконец, берете и находите минимальное значение, да? Вот. Имеется в виду, конечно, следующее, что для уравнений теплопроводности, которое тут написано, а это уравнение теплопроводности, и для уравнений эллиптического типа Лапласа и Пуассона есть так называемый принцип максимума. Принцип максимума. Он же принцип минимума. Вот. Значит, читается он следующим образом. Вот сначала уравнение Лапласа. Гармоническая функция, это значит удовлетворяющая, скажем, уравнению Лапласа. То же самое уравнение Пуассона. Вот. Не может иметь при области ни локальных минимумов, ни локальных максимумов. То есть, она достигает своего максимального и минимального значения только на границе. Вот. Только на границе. Ну, почему это так? Потому что, чтобы она имела локальный минимум или максимум, то Лаплас от функции в этой точке был бы больше нуля или меньше нуля. Потому что оператор Лапласа это сумма вторых производных. А мы знаем, что если у функции есть минимум, допустим, да, в какой-то точке, то вторая производная в этой точке чего? Отрицательный. Первая производная равна нулю, если это минимум, да? А вторая производная положительная. Вторая производная положительная. Ну, как для параболы. Да? Возьмите вторую параболу в нуле. Все. Значит, она больше нуля. А сумма производной тоже была бы больше нуля, если бы это был минимум. Вот, у решения уравнения Лапласа. Точно так же для уравнения теплоупроводности. Ну, вот такого простого тем более. УТ равно УХХ. То же самое абсолютно. То есть, внутри области определения нет ни локальных минимумов, ни локальных максимумов. Только на границе, по-моему, достигаться. И точно такая же идея. Там, с правой стороны уравнения теплоупроводности стоит оператор Лапласа. Значит, сумма вторых производных. Ну, в минимуме, допустим, больше нуля. А первая производная по Т, это же первая производная. Если бы это был минимум, была бы равна нулю. И вот у нас уравнение бы нарушалось. Это может достигаться только на границе. Значит, когда мы получим такой вопрос, мы смотрим на ограниченные и начальные условия. И смотрим, какое минимальное значение эти функции вообще могут принять в указанном интервале. Ну, синус квадрат, положительная функция. Самое меньшее – ноль. Вот 2Т на Е в степени чего? Тоже положительная функция. И минимальное значение какое? Ноль. И меньше быть не может. Правильно. Поэтому ответ – ноль. Это первый вариант. Т.е. вот есть такой простой принцип минимума и максимума. Ну, может быть, я зря не рассказывал. Дело в том, что, чтобы о нем рассказать и аккуратненько так все вывести, там, реакция другая. Потом, конечно, захочется следствие из него рассказать, там, еще, в общем, времени не хватает. Т.е. здесь нужно на границах? Да, просто условия на границе. Вот здесь вот смотрим на условия на границе. Минимальное значение этих функций на границе. И то же самое для уравнения Лапласа. Если не встретится такой вопрос. Вот абсолютно на границе сразу смотрим. Так. Значит, другая задачка. Ну, вот тут вот какая-то такая задачка вообще самая интересная. Т.е. задано уравнение колебаний. У Т равно у ХХ. Дальше заданы начальные условия. У при Т равно нулю равно нулю. Первая производная равно Ф от Х. Ф от Х – кусочно-постоянная функция. Дальше У при Х равно нулю или пи***юлю. Вот. Спрашивайте. Вот для ковидеров рядом, которые являются решением этой задачки, какая справедливая оценка? Ну и варианты такие, видите. Это я что-то не очень понимаю, что это написано. Ну, по модулю. Либо бесконечно-малу по сравнению с единицей на n, либо пропорционально или там сравнимо с единицей на n и так далее. Вот эти варианты. Я не знаю. То есть, может, есть какие-то общие теоремы, но на самом деле зачем они нужны? По идее надо что-то сделать? Взять и решить эту задачку. Жизнь решается. Как бы, ну, это там для опытного человека. Недолго, да? Вот. Вы тоже такие задачки решали. И, значит, после того, как вы выделили эту задачу, вы видите, что, ага, вот эти коэффициенты, коэффициенты, которые, значит, определяют нам вот эти, ну, они там назывались У, Н, Т, да? А я их назвал ЦКТ от Т. Вот эти вот ЦКТ от Т, это просто Ц поделить на К квадрат. Значит, наверное, О большое от единицы на К квадрат. Впрочем, О маленькое от единицы на Н тоже подходит. Я не знаю как. Ну, вот, то есть, по-моему, правильный ответ вот такой, О большой от единицы на Н квадрат. Но, повторяю, О маленькое от единицы на Н не противоречит вот этому. Это то же самое, да? То есть, или первый, или третий вариант. Ну, третий, если будет точно. Ну, в первом там что-то X равно Y. А это я не понимаю, что такое. Где тут X, где Y? Это вообще, что тут такое написано? То есть... Ну, вот, X равно Y, X там, P пополам. Не понимаю. Y-ка тут нету. То есть, что это такое? Я не знаю. Так, ну, ладно. Так, вот такой вариант. Метод, то есть, такая задачка. Методом разделения решается задача на собственное значение в шаре. Радиальная зависимость собственных функций выражается с помощью функций. Вот. Значит, ну, это как бы знание просто того, как выглядят радиальные функции для шара. А что это такое? Сферические функции беседы. А сферические функции беседы с полуцелым индексом, поделенные на корень аргумента. Ну, смотрим, где они тут. Третье. Вот они. Полуцелые функции беседы с полуцелым индексом и поделить на корень из аргумента. Ну, подразумевается, что вы как бы легко отвечаете на этот вопрос. Потому что про сферические функции беседы. Так. Дальше. Ну, вот такой вопрос. Тоже просто задана задача на собственные значения для одномерного уравнения. Топ, которое мы решали там весь год. Вот. И спрашивается, собственные функции, собственные значения имеют вид. Вот. И даны варианты ответа. Ну, вот такая задачка. Извините, очень простая в любом случае. Потому что ответы даны. Надо брать и подставлять. Эти ответы. Какой из них подходит, какой не подходит. Ну, на самом деле, при у равном нулю функция обращается в ноль, косинус никак не подойдет. Значит, подойдут вот один и трех ответов. Дальше. У штрих равен нулю. Значит, производная должна быть равна косинусам. ну, в принципе, здесь и здесь везде косинусы, конечно. Но вот эти не подходят. Они при некоторых в ноль не обращаются, надо сообразить. Вот. Ну, а дальше надо смотреть, что на самом деле ну, если, короче, внимательно посмотреть, то вот эти решения тоже не подходят. Потому что они не удовлетворяют там условиям и уравнению одновременно. Вот. То есть, это просто вот такая остановка. Да. Проверяется, если угодно. Вот. Ну, вот тут можно видеть, смотрите, что вот если мы x, вот сюда вот x равное 5, вот в это место поставим x равное 5, то у нас будет просто синус π2n плюс 1. 2n плюс 1. То есть, это как сказать? π плюс 2π получается. Ну, да. Синус синус-то в ноль, обращаю, вот косинус вот этого числа это минус единица там в какой-то степени, да? То есть, в какой-то степени ну, должен быть равен нулю. Вот то есть, получается, косинус, ну, производная от этой функции при x равном π, получается косинус π умножить на какое-то поле цена, чтобы ноль получился. Короче, вот это вот второе решение не удовлетворяет тоже ограниченные условия. То есть, это надо просто увидеть и все. Ну, какого вопроса бояться в любом случае не надо. Задача задана и ответ там. Ну, так что, математики-то легко же проверяются. Так, значит, вот, ну, красный цвет сложный вопрос, да? Для того, чтобы свести начально-краевую задачу и дальше уравнение типа правильности у т равного у х х. Дальше, начальное условие у при т равном нулю равно х плюс х квадрате у при х равном нулю равно нулю. Это задача на полупрямой. Мы такие вообще не рассматриваем. Вот. К задаче на все, ну, имеется в виду всей прямой, да? Функцию в начальном условии следует продолжить на отрицательную следующим образом. И четыре варианта ответа. Вот. Значит, о чем идет речь? Ну, на самом деле мы знаем решение задачи для уравнения теплопроводности для всей прямой. Для всей прямой. И это решение, вот оно, вот, интеграл Пуассона. Мы его выводили, выписывали, учили, да? То есть, это интеграл Пуассона. Что будет, если в этом интеграле Пуассона положить х равное нулю? Что будет? Ну, вот смотрите, мы х вот здесь вот положим равное нулю. А почему это нужно сделать? Тут видите, у при х равно нулю, равно нулю, да? Вот. Вот здесь вот положим х равное нулю, у нас вот здесь вот пропадет вот это вот х. И останется е в степени квадрат, ну, поделенное на что-то там, умножить на функцию фи от кси под кси. Вот. Это е в степени минус кси в квадрат, это четная функция. Понимаете? Е в степени кси квадрат минус кси квадрат. Четная функция. Поэтому, если у нас вот эта вот вторая функция, допустим, будет нечетной, нечетной, то интеграл обратится в ноль. А это как раз то, что нам нужно. Вот. То есть идея такая. Если у нас функция фи нечетная, то интеграл при х равном нулю, интеграл по сону, обратится в ноль. это как раз то, что нам нужно, чтобы эта функция одновременно была еще удовлетворяла этому мнению. Вот. Но тогда у нас вот это начальное условие в нашей задаче для всей прямой должно быть нечетной функцией. Понимаете? Нечетной функцией. То есть мы должны продолжить вот эту функцию на значит х меньше нуля нечетным образом. А это как? Ну, это значит то есть что мы должны сделать? Вот. То есть мы должны сделать так. Нечетным образом то есть при х больше нуля оставляем это условие, а при х меньше нуля вот берем минус х отражаем, да? Должна быть минус эта функция. ну у нас функция такая х плюс х квадрат, да? Отражаем х он и так нечетный он останется а х превратится в минус х квадрат чтобы нечетный, да? Вот. Ну смотрим значит есть ли такой ответ х минус х квадрат вот он третий ответ. Ну тут я еще написал объяснение а как быть если там значит условие не такое вот это условие когда у нас функция а что если производная равна нулю вот ну там другая ситуация значит там надо четную брать функцию f от x тогда е производная ну и так далее некоторая дополнительная теория есть еще а ну для уравнения волнового уравнения можно все это так же развить там точно такие же и идея это такая же что для волнового уравнения и для уравнения теплопроводности на полупрямой одинаково надо действовать если функция в точке нулю равна нулю продолжаем начальные условия нечетным образом если производная равна нулю в точке равна нулю четным образом тут как бы какие-то формулки написаны которые поясняют как это так ладно значит вот следующий простой вопрос достаточно начальная краевая задача это уравнение колебаний у т т равно у при т равном нулю равно синус квадрат т ну то есть производная по т при т равном равно нулю что это за задача задача каши задача каши для уравнения колебаний че она имеет единственное решение это у нас четвертый ответ имеет одно решение все учит он так какая из линейных комбинаций и три варианта сумма jn плюс nn ну крестик видимо произведение как понимают да знак умножения и дальше снова сумма но и и плюс jn плюс и nn функция ханкеля первого рода является линейной комбинацией да какая из них ну че ж тут надо знать что функция ханкеля первого рода является первой комбинацией линейной вообще ну nn мы обозначали по-другому мы обозначали как y большое n вот это так называемая функция неймана или функция вебера они там с точностью дистанта небольшой вот так вот как бы относиться ну получается к этим функциям можно примерно так вот функция первого рода это как будто синус а функция второго рода бесселя это как будто косинус а вот их такая конейная комбинация это как экспонент в степени да в степени x ну вот это функция ханкеля называется можно брать с плюсом это будет функция ханкеля первого рода можно брать с минусом функция ханкеля второго рода понимается что вы как бы запросто конечно узнаете в лицо все эти функции специальные ладно тут как бы ну никакую теорию не смысл разводить просто так называется так ну вот задачка которая выглядит очень сложно вот но на самом деле является очень простой пугаться просто не надо производя цепь полинома флижандра имеет следующий вид написан ряд сумма пн от 0 пн х на зт и этот ряд равен единица поделить на корень вот этого выражения ряд а дальше пн 0 умножить на 1 2 в степени n равно ну вот как чувствуете вы не знаете что такое производящие функции и даже что такое полинома или жандра вообще ничего не знаете но глядя на эту задачу вы конечно должны ее решить потому что мы видим что вот во втором ряде да явно х равно 0 аз равно чему 1 2 ну подставляем тогда вот сюда в правую часть что х равно 0 аз равно 1 2 выбираем правильный ответ все то есть это не знаю просто такое не сложно так вот предел джанта ну как бы за что купил и продаю вот как набрано так вот я сделал попробуйте понять что тут спрашивается ну вот выражение которое скорее имеет имеет смысл какой-то это вот p11 скобочка 1 от x потому что вот что такое p1 4 0 x вот как не крути как бы никакого смысла во втором выражении нет поэтому я как бы считаю что это что-то тут такое это может случайно попасть в степени в степени можем ну это вообще нет вот это вот первое присоединенное присоединенное функции даже но это при целых значениях это то же самое что при присоединенном режиме при x стремящемся кинется равно ну и дальше варианты ответа какой выбираем самый красивый да самый красивый бесконечность правда вот но по сути своей тут о чем идет речь а вот если мы вспомним ну как вспомним не знаю кто 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 помнит если вспомнит значит выражение для присоединенного полинома флижандра там хитрость в чем там вот эта присоединенность такая появляется она имеет вид единица минус х квадрат скобочках в степени м пополам вот ну в частности если м равно 1 это будет единица минус х квадрат в степени одна вторая вот такая присоединенность появляется корень из единицы минус х квадрат если мы эту штуку дифференцируем получается единица поделить на этот корень при х стремящемся к единице единица минус х квадрат 0 единица на этот корень бесконечность единица вот ну как-то так получается наверное тут все-таки это самое логичное так значит вот вопрос тоже простой как бы сферические функции выражают угловую за при решении кривой задачи метроризделения переменных и варианты сферические да в шаре в цилиндре в кубике в угольнике вот то есть если на то пошло какие сферические имеется ввиду непонятно вот что под ну вроде в шаре так решение внешней краевой задачи с ограниченными условиями гири хлеб для уравнения лапласа в двумерном случае если условием на бесконечности является условие ограниченности решения и вариант не является единственным является единственным и так далее вот ну на самом деле вопрос такой как бы с подвохом что называется дело в том что опять же это внешние краевые задачи их особо не концентрировались они по разному ставятся для уравнения лапласа на плоскости и в пространстве тут на эту разницу такой вопрос упор в этом вопросе и делается дело в том что в том что в пространстве вот эти внешние задачи дирихлея неймана и третья задача вене иногда называют еще как то вот они все вот эти решения должны стремиться равномерно ну то есть грубо говоря вести себя как сферическая волна асферическая волна это единица на r с экспонентом вот как потенциал точечного заряда единица на r так для пространства был бы правильный ответ ну тут правильного бы не было да но для вот для плоскости там возникает на самом деле достаточно ограниченности решения на бесконечности то есть чтобы оно не стремилось к какой-то константе на плоскости вот для плоского скажем уравнения лапласа для двумя достаточно чтобы на бесконечности уравнение то есть решение стремилось к константе а не к нулю вот и уже решение будет единственным вот ну вот тут именно такая ситуация вот То есть правильным является решение, правильным является вот этот третий ответ, является единственным, потому что тут именно условия существования единственной решения. А какой бы ответ в объеме-то был? В объеме равномерно стремиться к нулю. Равномерно стремиться к нулю. Ну вот тут я кусочек этой теории, ну формулировки тут написал. Дальше, ну вот вопрос такой, уже 16-й. Пусть функция гармоничная с другим. Гармоничная это значит удовлетворяет уравнение с другими фигурами. Гармоническая, да, удовлетворяет уравнение с другими фигурами. И принимающие на его границе значение 4 sin 4 τ' . И, конечно, это значит, что у нас есть, что у нас есть. Минимальное значение U равно. Что это такое? Это принцип минимума для уравнения Laplace. Мы только что о нем говорили, да, помните? То есть надо смотреть на граничные условия и выбирать, и смотреть, какое минимальное значение получается, это ноль, ответ. Ну, на самом деле, опять же, в принципе, можно написать и решение этой задачи, и мы, как бы, эту формулу писали в лекциях, такой задачи. Ну, если вспомнить эту формулу, то тоже можно сообразить, что значение минимальное достигается на границе, потому что, ну, в общем, надо на нее посмотреть. Так, значит, следующая задача. Вот тут очень плохо должно быть видно все. И вопрос такой непростой. Функция Грина. Функция Грина. Функция Грина. Задачей Дири Хлеб. Для операторов оплаты в ограниченной области с замкнутой границей S. Является решением задачи. Вот как там было, значит, так я и скрин такой сделал. То есть я не переводил. Ну, имеется в виду, что написано, вот для функции Грина обозначение нормальное. G, M, M0. Ну, обычно, то есть это вот в учебниках, по-моему, физики любят так писать. Одна точка M, другая M0. М0 какая-то фиксирована, M0. Ну, мы-то чаще пишем примерно так. R, R' Да, вот такие вектора. Вот. Ну, чё ж. Ладно, такие обозначения. Дальше что написано? Вот это D большое. Это на самом деле оператор Лапласа. Он должен быть таким . Да, не получилось у них. Действует на координаты точке M. Минус, дельта маленькая должно быть. Да, там вот есть. И дельта маленькая. Дельта маленькая это функция Грина. То есть это функция, дельта функция Dirac. Дельта функция Dirac. Вот, дельта функция Dirac. Ну, дальше что идет? Дальше идет M. Вот тут вот такой значок. На самом деле, должен быть. Принадлежит значок такой. Принадлежность. Вот. Милевое тоже принадлежность. Да. Ну, замыкание в области D. Дальше. А дальше идет обычное условие для функции Грина. А функция Dirac. Вот и смотрите как. P. Принадлежность. 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 Ну, как бы. А что еще тут может быть? Имеется. Тут замкнуты границы S написаны. А. Значит, вот. Вот. Когда один аргумент. Вот первый. Принадлежит. Принадлежность. То. Функция Грина равна. Некоторому загадочному. П маленькому. Да. Вот. Такой вариант. Ну и так далее. Вот. Все варианты. Как бы. Этой задачи. Они. Немножко различаются. Тут. Функция Грина возникает. Ну. В принципе. У нас было такое понятие. Да. Только для случая одномерной задачи. Вот. Если. Там. Внимательно подумать. Над тем. Что у нас было. Ну. Испомнить там. Немножко про обобщенные функции. Там. Про фундаментальные решения. То можно все сообразить. Конечно. Вот. Но. Я. Соответствующий кусочек теории. Просто. Как бы. Тут. Изобразил. Вот. Смотрите. Значит. По определению. Функция Грина. Это. Фундаментальное решение. Операторого класса. Вот. Вот. Тут написано. Видите. Функция Грина. Это. Фундаментальное решение. Операторого класса. Плюс. Одним из. Так. Вот. Вот. Эта. Гармоническая функция. Подбирается. Таким образом. Чтобы. Функция Грина. На. Границе. Была. Равна. Нулю. На. И. Физический смысл. Функции Грина. Следующий. Вот. Мы говорили о том. Что. Вот. Единица. Там. На. 4. ПР. Это. Плот. То есть. Потенциал. Который порождает. Единичный. Точечный. Точечный. Заряд. Это. Фундаментальное решение. Да. То есть. Еще раз. Потенциал. Единичного. Точечного. Заряда. Вот. Что. Такое. Фундаментальное решение. Вот. Но. Значит. Вот. Для таких. Задач. В ограниченной области. Еще. берется ситуация. Когда. На границе области. Поддерживается. Нулевая. Нулевой. Потенциал. То есть. Граница области. Как бы. Заземлена. Вот. То есть. Фундаментальное. То есть. Функция. Грина. Это. Что такое. Мы. Внутри. Области. Заземляем. Вот. Потенциал. Который. Возникает. В этой системе. И есть. Функция. Грина. Этой. То есть. Потенциал. Единичного. Точечного. Заряда. Заземленной. Границей. Вот. Что. Как бы. Искать. Какой. Ответ. Правильно. Когда. Разумеется. Это. Случай. Когда. У вас. Граничным. Условием. Граничным. Условием. Должно. Использовать. Ну. И смотрим. То есть. Мы. Должны. Искать. Именно. Вот. Ответ. Смотрим. Гео. Значит. Вот. Это. Нам. Не подходит. Потому. Что. Тут. Нет. Дельта. Функции. Здесь. Какая. Это. Единица. Вот. Оно. Правильное. Условием. Ноль. Области. Заземлина. Ну. И. Уравнение. Правильно. Значит. Ответ. Уграничные. Условием. Написаны. собственными значениями. Имеется ввиду. Что. Мы. У нас. Всегда. Как. Было. Что. Собственные. Значения. Они. Положительные. Для. Минус. Оператора. Лапласа. А. Здесь. Эти. Ну. Такое. Уравнение. неправильности. То есть. Ну. Это. Тоже. Называется. Уравнением. Гельгольца. Вот. Но. Иногда. Добавляют. Что. Там. Сомневыми. К. Квадрат. Вот. Эта. Величина. Плюс. К. Квадрат. Но. Здесь. Это. Получается. Ну. Ладно. Хорошо. Значит. Дальше. Для уравнения. Гельгольца. Вне. Круга. Радиус. Это. Решение. И. Написаны. Некоторые. Решения. Ну. Если. Вспомнить. Как. Мы. Рассматривали. Возможных. Отрицательных. Собственных. Значений. Возникали. Функции. Бесселя. Мнимого. Аргумента. Вот. Именно они тут и присутствуют. В основном. Вот. Эти. Функции. И. К. Да. Ну. И. Конечно. Надо. Помнить. Как они себя ведут. Несомненно. Вот. Эти. Функции. Бесселя. Мнимого. Аргумента. Первого рода. И. Буквой. Называется. Функции. Инфильда. Называют. Они ведут себя. Как такие. Ну. Как экспоненты практически. Такие. Возрастающие. Бесконечность. Уходящие. Монотонные. А вот эти функции. Ну. Это функции. Макдональда. Второго рода. Функции. Бесселя. Мнимого. Аргумента. Второго рода. Они ведут себя. Ну. Скажем так. Как экспоненты. Только такие. Спадающие. Спадающие. Экспоненты. Вот. Поэтому. Значит. Глядя на эти функции. И. Как. При. Значении. Аргумента. Стремящимся. К нулю. Какие. Не могут быть. Функции. И. Правильно. Они. Возрастают. Растемящемся. К нулю. Ну. Смотрим. Вот. Это значит. Вариант. Вот. Третий. Отбрасывается. Ну. Четвертый. Отбрасывается. Потому. Что. Функции. Весили обычные. Первого рода. Они. Не получатся. Для. Этих. К. Вот. Ну. Возвращаются. Два варианта. К4. На. К4. Или. К0. Накану. Вот. Ну. Какой. Из. Из. Вариантов. Правильно. Как выбрать. Дело в том. Что. Вот. Когда. Мы. Решали. Задачи. В круге. Там. Всегда. Было. Так. Вот. У нас. Получался. Ряд. Фурье. Какая. Не. Там. Функция. Бесселя. Какая-то. Но. У. Нее. Индекс. Такой. же. Как. У. Косинуса. Фи. Ну. Или. Там. Синус. 2. Фи. Короче. Говоря. Вот. Эти. Функции. Бесселя. С. Индексами. Отличными. от нуля. Должны. Быть. Помноженными. Еще. На что-то. Ну. Допустим. На. Косинус. 4. Фи. Вот. Это. Вот. Если. Было. Помножено. То. Это. Было. Похоже. На. Правду. Ответ. А. Ничего. Такого. Никакого. Косинус. Четыре. Нет. И. Только. Вот. Тут. Все. Логично. Выглядит. К. Ну. Значит. Умножить. На. Косинус. Фи. Это. То. Это. Как говорят. Радиально. Такое. Симметричное. Решение. Имеется. Ввиду. Обладающая. Круговой. Симметрией. Да. То. Есть. От. Фи. У нас. Ничего. Не зависит. Если. Посмотреть. На. Нашу. Задачу. То. У нее. Нет. Зависимости. От. Угла. Вообще. Говоря. Вот. Здесь. Граничных. Условиях. А. Значит. И. В. Зависимости. Угла. Тоже. Не будет. Ну. Вот. Оно. Правильное. решение. К. К. Подходит. Так. Ну. Похоже. Вопрос. Значит. Только. Для. Задачи. В. Шаре. Значит. Смотрим. На. Задачу. Что это такое. Это. Уже. Обычная. Задача. На. Собственные. Вот. Значит. Ну. Минус. Дельта. Квадрат. Равно. Заданы. Граничные. Условия. Вот. Вот. Такого. И. Задан. Радиус. Смотрим. На. Функции. Которые. Могут. Есть. Решение. Ну. Во-первых. На. Границы. Круга. Должно. Вот. Условия. Граничные. Условия. То есть. Когда. Мы. Возьмем. Радиус. 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 Круга. Радиус. Возьмем. Кроме. Восемь. фи синус этого синус все вот эти функции написаны этому удовлетворяю так просто не выберешь потому что как только мы подставим 8 так 8 и 9 54 а ну вот это что-то написано странно до 89 98 7 так вот тут вообще не сократится и граничные условия не выберется да вот тут не получится а вот эти все 55 r на 40 все нормально не совсем дальше значит смотрим ну что тут написано вот это вот функции бесселя мнимого аргумента ну как мы знаем задача шаре нет функции без или действительного аргумент нормальный значит остается либо вот это либо вот это ну и радиальные функции это сферические функции без сферические функции бесселя это функция бесселя полуцелого аргумента правильно то есть полуцелого индекса простите вот внутри вторых нормально данном случае полуцелые поделить на корень аргумента корень из r дакот здесь вот этого корня в третьем варианте в третьем варианте вот этого корня нету то есть вот 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 это вот и и 3 вторых поделить на корень из r это сферическая функция бесили это нормально значит вот этот ответ является правильным все остальное как что-то похожее так ну опять такая же штука только для уже плоскости для плоскости такая же задачка на знание примерно тех же самых свойств значит решение у нас должно выглядеть так вот это нормальное уравнение гельбольца то есть с правильным значением лямбда значит это должно быть должна быть функция бесили какая-то первого рода первого рода ну или там первого и второго но ни в коем случае не мнимого аргумента значит отбрасывается у нас вот это вот решение первое тут функция бесили мнимого аргумента она вообще у нас возрастает к бесконечности не может то же самое вот это вот 5r квадрат ну что это такое при r стремящемся к бесконечности решение возрастает бесконечно и как не может вот но остаются два вот эти решения функция бесили а то есть функция ханкеля это вот та самая значит функция бесили первого рода плюс и функция бесили 2 или функция ханкеля значит второго года то есть разность функции бесили первого рода и и на функцию бесили 2 вот какое из решение правильно как понять как понять но вот смотрите внимательно здесь вот косинус 2 фи и здесь косинус 2 фи здесь индекс у функции ханкеля четверочка а здесь индекс функция ханкеля двоечка какой проект ну они должны совпадать вот эти функции то есть индекс то есть 22 это правильно а тут 42 ну вот значит так выбирается правильно так ну значит написано уравнение и сказать является она линейным нелинейным квазили ней нам и так далее то есть это просто вопрос название вопрос классификации ну на самом деле правильный ответ уравнение квазили ней на и почему потому что это уравнение линейная относительно старших производных а старшие производные тут первого порядка да то есть старшие производные у т и у x они входят в первой степени значит уравнение линейное относительно них но относительно самой функции конечно не линейная потому что здесь есть синусу косинусу какая же тут линейность вот есть правильный ответ такой это квазили нейный третий вариант так ну вот опять значит задано уравнение в частных производных первого порядка это вообще говоря относится к теме скорее дифференциальных уравнение вот ну значит как его решать надо писать уравнение характеристики вот как пишется это уравнение характеристики вот варианты значит написания которые тут есть но более-менее похоже на правду 1 2 значит выписывается это так вот dt поделить на коэффициент перед у т дальше dx поделить на коэффициент перед у x ну а дальше надо на самом деле писать д у поделить на коэффициент вот этот вот с минусом перед вот этим вот свободным членом ну короче говоря первый вариант это надо просто посмотреть вот это уравнение характеристики первый вариант дальше на самом деле задачки поинтереснее вот то есть тут просто задано задача каши для некоторого ну на самом деле не линейного или точнее квази линейного уравнения но это как раз та задачка которую я на последней лекции решал как-то так случайно получилось что именно и решат вот и дальше я привел ну вот так кратенько решение этой задачи вот снова как находится общее решение как используется начальные условия подставляем и получаем что-то да ну то есть имеется ввиду что взяли все это проделали быстренько раз получили вот правильный ответ у меня получился минус 0 5 и такой ответ есть принципе вот он 3 похожая задачка но немножко интереснее да то есть уравнение это решается без проблем там все это делается а вот дальше что написать ну вот вот я говорю что я сто процентов не набрал вот один из вариантов почему я не набрал я-то как рассуждал ну хорошо ты похоже на 3 до т равно 3 3 если как-то так поискажать а вот чему равна x вот смотрите я как рассуждал здесь ответ у меня какой 0 5 минус 0 5 получился здесь у меня тоже минус 0 5 вот ну если серьезная значит решил честно эту задачу все получил а потом думаю ты равно 3 а x равно 4 ну в принципе похоже да x равно 4 так не противоречит вот если ты равно 3 а x равно 4 то у равно минус 0 5 опять все это делаете получается так ну вот значит это просто совершенно конкретные задачки считается что вы их как бы запросто так за пять минут или там за три минутки решаете принципе если умеет так ну и наконец вот еще несколько задачи то есть еще несколько вопросов они вообще касаются вычислительной математики на самом деле того чего у нас не было в принципе вот и насколько я понимаю у вас это вот вычислительных методов которые вам видимо на втором курсе читались наверное вот этих сеточных методов у вас не было то есть методов которые позволяют решать уравнение в частных производных да или там краевые задачи для уравнений то есть может вы там но решение обыкновенных дифференциальных уравнений может и доходили вот а наверное в частных производных я думаю вряд ли решали вот ну значит что же делать вот некоторые тут есть вопросы тоже ну и я ну минута 15 наверно чего-то там попытаюсь рассказать значит типичные вопросы какие возникают в этих разделах это аппроксимация значит порядок аппоксимации дальше устойчивость решения вот то есть сеточные то есть решение вот это какой-то там разностной схемы она устойчива или неустойчива вот но и разные вопросы которые касаются уже конкретных методов там их надо знать все так не обозреть конечно но давайте вот с аппроксимации разберемся вот смотрите данного уравнения частных производных да вот оно написано 2 у т плюс у т т ну то есть первое производное поверение второе производное равно у икс и вот в точке икс ну и как обычно индекс ну то есть нижний индекс как обычно это пространственная переменная верхний индекс йод ну сеточка образуется это значит время временная переменная то есть не т в степени йод имеется ввиду а т ну с номером йод то есть там с равным шагом они ну и как обычно значит тал это порядок то есть это ну разное что ли в сетке двух точек по времени да ну то есть т ноль т ноль плюс тау т ноль плюс два тау так вот организуются у нас а значит по x это аж шаг называется аж вот ну и смотрите что вот вопрос такой стоит вот задано уравнение значит первое производное поверение вторая производная поверение ну как цель тиговочка есть у у икс икс а вот его разность то есть как бы вот эта разностная аппроксимация ну первый вопрос такой а является ли вот это вот то что написано аппроксимация вот этого уравнение ну для этого мы должны быть уверены что вот это вот у нас это аппроксимация второй производной по икс у дт это вторая производная по т и и наконец вот это у т удвоено это вот эта штука так это или не так первый вопрос и второй вопрос если это аппроксимация то какого порядка малости так вот там ну значит как эти аппроксимации строится вот я что-то такое пытался написать вообще проще всего соображать это по значит вот если там формула тейлора так прикинуть вот формуле тейлора видите мы можем написать f от z плюс h ну и дальше раскладываем в ряд тейлора f от z там h потом h квадрат h куб и так далее вот можно написать f от z минус h ну что изменится вот при нечетных степенях вылезет минус у нас ну а дальше что можно сделать а дальше можно как бы взять допустим и сложить две эти формулы не не сложить нет вычесть а нет но это потом потом будем читать там и так далее а вот здесь вот да вот можно из верхней формулы попытаться аппроксимировать вот эту производную каким образом ну понятно перетащить сюда поделить на h да вот вот это я тут проделал ну и тогда что у меня получится получится у меня что вот это вот первое производное аппроксимируется вот такой вот разностью но ошибочка будет по крайней мере порядка h порядка h ну вот это так и пишется что это аппроксимация значит вот эта разность она аппроксимирует f штрих от z значит с порядком точности h да точно так же из второй формулы можно ту же самую производную аппроксимировать вот снова у нас получится вот такая вот формула значит порядок аппроксимации h можно сделать что ну вот на самом деле если мы две эти формулы сложим две эти формулы сложим то видно что вот эта вот ошибочка пропорциональная h она уничтожится да и тогда у нас получится что вот такая как говорят центральная разность то есть f от z плюс h минус f от z минус h аппроксимирует нам нашу производную с порядком уже h квадрат вот ну что ж смотрим значит к нашему вопросу какое отношение имеют ну действительно вот это у нас написано центральная разность но центральную разность мы должны делить на 2 tau но у нас тут коэффициент двоечка то есть действительно вот эта вот штука центральная эта разность аппроксимирует нам 2 yt аппроксимация и порядок аппроксимации tau квадрат ну дальше из этих же формул формул Тейлора можно скомбинировать ну их можно скомбинировать таким образом чтобы выделить вторую производную вторую производную вот ну и это такое опять же популярное выражение для вот этой второй производной вот отсюда можно видеть что вот эта разность аппроксимирует у нас вторую производную с точностью до h квадрат с точностью до h квадрат с точностью до h квадрат значит именно такая разность у нас здесь стоит и здесь стоит значит это аппроксимирует вторую производную по Т с точностью тау квадрат это вторую производную по Х с точностью h квадрат значит общий порядок аппроксимации какой тау квадрат плюс h квадрат вот он порядок аппроксимации То есть ответ такой, а аппроксимирует второе с таким порядком погрешности. Но это первый вопрос, который решается. Второй вопрос, это вопрос об устойчивости этой аппроксимации. Под устойчивостью, как всегда, понимается следующее. А что делать, если у нас в эту аппроксимацию вкрадываются небольшие ошибочки? То есть, грубо говоря, есть одно решение. Мы решаем эту задачу в конечных разностях, или в терминах сеточных функций. То есть функции, которые определены у нас только в точках сетки. Хорошо. А если мы немножечко к этому решению, к этому набору значений функций, будем прибавлять какую-то ерунду. Что-то маленькое. У нас задача будет устойчивой или нет? То есть решение у нас при удалении от начальных условий или от граничных условий куда-то вдаль, оно не станет, вот эта погрешность не станет бесконечно большой. Это вопрос об устойчивости. Ну, если будут вопросы по этим методам, обязательно вопрос об устойчивости будет. И тут вот такой вопрос тоже есть. Рассматривается разностная схема. Вот. Ну, что это такое? Это разностная схема для уравнения теплопроводности. Потому что тут у меня есть первая производная по времени. А здесь есть вторая производная по Х. Ну, значит уравнение теплопроводности. Конкретное значение вот этих шагов заданы Тау, Аш. Относительно устойчивости этой схемы можно сделать выбор. Схема устойчива при выбранных шагах сетки. Первый вопрос. Устойчивость схемы зависит от выбора начальных и граничных условий. Ну, скажем так, такого почти никогда не бывает. То есть, вариант, который как бы не реализуется. Дальше. Схема неустойчива, схема безусловно устойчива. Вот эти три варианта, они как бы такие нормальные. То есть, это нормальная постановка вопроса. Мы можем написать схему, которая устойчива. Можем написать, которая неустойчива. А можем написать, которая устойчива при каких-то значениях шагов. То есть, на значения шагов, по времени, по координатам, ограничения накладываются. Это условно устойчивая схема. И там все определяется, какие шаги взяты. Значит, ну, есть, конечно, некоторая теория, которая, опять же, позволяет нам критерий написать устойчивости. Вот, но, значит, получается он, по сути, каким образом. Вот, то есть, что реально надо делать. Вот, если нам задано какое-то уравнение. Вот это уравнение, ну, как бы, та самая разно-схема. Вот, значит, у меня одна часть, вторая часть, ну, и что-то еще стоит. Да? Вот представил я таким образом. Вот это вот. То, что соответствует у меня производной по времени. Вот здесь вот, да? Вот это вот то, что у меня соответствует производной по координате. Вот это вот. Ну, есть еще нечто. F. Ну, на самом деле, вот это минус 2. Это F у меня входит. А вот эту Y можно отнести, допустим, вот сюда. Ее вот тоже сюда загнать. Так, так вот, значит, если у нас есть... То есть, такое разностное уравнение, да? Мы должны, во-первых, убрать неоднородность, то есть, заменить его на однородное уравнение. Вот. А во-вторых, взять вместо вот этой функции у, взять, как бы, бесконечно малое возмущение в таком виде. Лямбда в степени Y, а экспонента в степени мнимая единица, ну, какое-то M α. Значит, вот, ну, что сказать тут. Откуда это все берется и почему так? В общем, ну, уравнения, которые тут написаны, вот уравнения, которые тут написаны, это так называемые рекуррентные уравнения. Или разностные уравнения. Вот их и так, и так называемые. Рекуррентные уравнения, они связывают между собой значение какой-то последовательности, ну, при нескольких... Ну, при различных номерах членов этой последовательности. Ну, конкретно тут вот у нас, скажем, вот если брать вот эти вот номера И, то И плюс один, И, И минус один. Вот. Вот, как бы, они друг через друга определяются, да? Вот, есть некоторые ограничения, которые на них накладываются. А по, значит, вот этим временным, что ли, индексам, у нас связан Йод плюс один, он связан с индексом Йод напрямую, да? Ну, и, кстати, такая схема называется явная. Явная. То есть у нас тут значение на Йод плюс первом слое явно выражается через значение на Йодом слое. Явная. То есть мы в начальный момент времени знаем, все хорошо. Значит, на следующий слой перешли, а значение на следующем слое сразу вычисляют, да? То есть, как бы, по значению на предыдущем слое. Явная схема. Вот. Ну, вот эти разностные или рекуррентные уравнения, они все имеют, ну, с такими, с постоянными коэффициентами, точнее. Вот. Они имеют решение типа геометрической прогрессии. А это что такое? Это некоторое число в целой степени. Вот что такое геометрическая прогрессия, да? Ну, Q в степени К, да? Или там Q в степени Н. Так вот, тут этим Q является вот такая штука. Лямбда умножить на Е в степени И Альфа. Лямбда умножить на Е в степени И Альфа. Вот это вот возводится в некоторую степень. Так. Ну и дальше. После подстановки вот этого, значит, ну, как бы, такого пробного решения в систему и сокращения на соответствующий общий множитель, появляется некоторое условие лямбда как функция альфа. Ну, то есть, вот, некоторая связь, которая связывает у нас лямбда и альфа, которая следует из этого уравнения. Так вот, условием устойчивости является, ну, как бы, такое вот требование, чтобы по модулю вот эта лямбда, которая является решением этого уравнения, было меньше либо равно единице. Больше единицы быть не может. Вот. Условие устойчивости. То есть, вот для нашей задачи это выглядит таким образом. Вот у нас дано уравнение теплопроводности. Вот мы его аппроксимируем, ну, так, как это у нас написано. Видите, так, как написано. И подставляем вместо у вот эту самую подстановку делаем. Лямбда в степени там йод, да, умножить на е в степени и м альфа. Потом сокращаем на общий множитель. А общий множитель будет что такое? Лямбда в степени йод. Вот. Это будет здесь, здесь, здесь и здесь и здесь. А вот здесь будет лямбда в степени йод плюс один. Когда сократим, лямбда останется. Вот. И е в степени и м альфа. Ну, здесь и здесь сократятся они. Здесь останется е в степени и альфа. сократятся е в степени минус альфа. Вот в точности как бы все получается. Можете там проверить, да? Вот. Ну, дальше. Отсюда видно, что лямбда равно и вот такое выражение получили. Аккуратненько, да? Смотрим на него. Вот. А теперь мы говорим, что вот эта вот лямбда от альфа для всех значений альфа, для любых значений альфа, должно быть меньше либо равно единице. Проверяем, так это или нет. А вот сразу видно, что значит, если альфа равно нулю, взять в случае, то у нас получится единица плюс b на tau. b это некоторое положительное число, ну, в нашей задачке вот здесь, это двоечка, двоечка. Да? Умножить на tau, tau это одна сотая, ну и что? Все равно же получится вот эта штука единица плюс b на tau больше единицы. Все. Схема неустойчива. Сразу же. Вот так. Ну, дальше я там некоторые такие сведения, которые, опять же, являются ну, некоторым такой ну, общим местом, что ли, вот в этой теории. То есть там, как бы, вот эти уравнения теплопроводности, явная схема, неявная схема. Оказывается, что явная схема условно устойчива. Вот если бы вот этого в уравнении, вот, в которое мы рассматривали, если бы вот этой штуки не было, вот этой штуки не было, да, то уравнение было бы, то есть схема была бы условно устойчивой, и надо было бы считать критерии этой условно устойчивости. Вот. И там я дальше написал, что вот там критерий условно устойчивости, вот он какой, значит, получается, там надо считать, значит, получится, нет. А если неявная схема, ну, то есть, когда у нас вот так вот записывается аппроксимация, то схема оказывается безусловно устойчива. Вот. Это такое общее место про уравнение теплопроводности, ну, на всякий случай, потому что это любимый вопрос. Ну, то есть, это как бы считается, что все должны знать. Так. Ну, вот еще один вопрос. Да, вот. Вопрос, на который я тоже не знаю ответа, как бы, но в принципе. Тут вопрос такой. При обратном ходе прогонки производится нахождение базисного минора, перемножение матриц, обращение двухдиагональной матрицы или вычисление максимального матричного элемента. Ну, в принципе-то я знаю, что такое, как бы, метод прогонки. Как бы, ну, вот теория какая-то тут, я тоже написал. Решается вот такое разностное уравнение А, у-с. Ну, короче, вот такое уравнение при таких вот условиях. Решение ищется в виде подстановки, то есть, уитая вычисляется через последующее, как бы, у. Да? Ну, как бы, такой неявный, что ли. Подстановочка. Но на первом этапе, там, с помощью некоторых преобразований находятся вот эти вот коэффициенты, когда мы находим от начального узла до конечного. Когда мы проходим обратно, то есть мы все эти коэффициенты альфа-бета вычислили. Вот. Когда мы бежим обратно, мы вычисляем уже игреки. Игреки. Обратно на четыре. То есть, на обратном ходе прогонки мы находим решение этой системы. А что это значит? Вот, знаешь, в чем метод прогонки и что тут, как бы, смотря на эти варианты ответа, я не понимаю, что с меня хотят. Честное слово. То есть, ну, точно не нахождение базисного минора, точно не вычисление максимального элемента. А вот перемножение матрицы или обращение двухдиагональной матрицы, ну, наверное, второй вариант, мне кажется, более логичный. То есть, мы как бы, если посмотреть на вот эту систему, на систему вот эту, как на матричную систему, ну, то есть, тут какая-то матрица такая трехдиагональная, С диагональ, А под диагональю, Б над диагональю, значит, ну, или наоборот. Вот такая трехдиагональная матрица, то, ну, наверное, обращение, но только почему двухдиагональны? Двух? Двухдиагональны. А, ну, имеется в виду, на обратном ходе прогонки уже вот такая система. И мы находим, ну, может быть, вот, может быть, обращение все-таки двухдиагональной матрицы. Это ей-богу. Я не могу понять. И ни в одном учебнике вот я специально перелистал с десяток, про метод прогонки написано, ну, примерно все одно и то же. А вот в таких терминах, что это обращение или чего-то, никто не пишет. Не знаю, кто это придумал, что хотят. Не понимают. Ну, вот такой еще вопрос. Как происходит переход со слоя йод-1 на йод-решение начальной кровевой задачей линейного уровня типа прогноза прямоугольники с помощью схемы переменных направлений? Ну, вот это, как бы, абсолютно такой конкретный вопрос. Про абсолютно конкретный метод. Популярный. Ну, как бы, да, им пользуются. Но не так, чтобы всегда и все там. В общем, что-то такое, специфика. Вот. Опять же, можно долго о нем рассказывать, но в каком-то из, значит, пособий я нашел такое, что вводится промежуточная дробный йод плюс 1,2 слой и переход осуществляется в два этапа. То есть, оказывается, вот этот ответ правильный. Вот. Ну, повторяю, что это уже знание совершенно конкретных методов. Их там десяток, наверное, наиболее таких вот распространенных и совершенно необъятные темы. Ответ 2. Все. Конец. Да. Так, ну, кому интересно, значит, спешите. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...